Что ж, живу, как обычно, в отеле Molinos Park, Капсалоу, и пойду, поснимаю видео про местные пляжи, которые великолепны, очень живописные. Ну и вот это Molinos Park, трехзвездка, самый дешевый отель на всем побережье Коста-Дурадо, с питанием вообще недорого, хотя и намного дороже, чем было раньше, но все равно нормально. То есть, на двоих 38 евро в сутки с полупансионом, шведский стол, нормальная еда, в общем, более-менее. Когда-то я 20 платил, 25 за это, но сейчас 38, но, как говорится, бывали и хуже ситуации. И так я буду двигаться вот туда, вот спускаться к морю, иду, посмотрим, какие тут пляжи великолепные, живописные пляжи. Пойдем, посмотрим. Пойдем, посмотрим. Пойдем, посмотрим. Пойдем, посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что же, вода еще холодная, однако, вот, но окунуться можно Граусов 17-18 по ощущениям, вот это Калакранкс, Крабий пляж, так называемый Самый популярный пляж здесь у местных, особенно потому, что гостиниц поблизости нет У гостиниц гораздо ближе другие пляжи, в общем, и рыбы здесь тоже плавают с масками Одно из лучших мест поплавать с масками, и, в общем, это вот такое сегодня 17 мая И, в принципе, купаться можно, хотя долго вы не задержитесь, вроде, ну, поплавать, почему бы и нет Чуть-чуть окунуться и набраться солей, морских и минералов Вот такой вот Калакранкс, это самый популярный пляж, с него я сегодня и начинаю прогулку по Капсалу Капсалу означает мыс Салу, это отделяет, так сказать, с северной части Салу от Тарагона и от тарагонских ближайших пригородов Это мыс каменистый, скальный, множество маленьких скалистых пляжей, очень живописных Отделены друг другом, так сказать, скалами, пройти от одного к другому достаточно проблематично Нужно подниматься, либо обходить вообще через, так сказать, центр полуострова такого Населен был еще с римских времен Этот полуостров с римских времен здесь жили Раскапываются и древнеримские поселения И беров, которые здесь жили до римлян И римские тоже копают до сих пор Так что тут вот так, пляжей много я постараюсь сегодня несколько посетить Вот таких вот маленьких живописных пляжек, остальные даже еще меньше могут быть И посмотрим и сравним Что ж, идет активный процесс загорания Всего только 10.30 утра, но по ощущениям плюс 30 уже есть На солнце загорать уже отлично здесь загорается Все еще загораю на пляже Калакранкс Еще полчасика здесь и пойду на следующий пляж Посмотрим, что там у нас сегодня Наоборот, в первые же дни подошли соседи наши, испанцы, естественно Вот, одни сказали, если вдруг чего-то надо, кому-то А как туда выйти? Сейчас вот по этой дороге влево идем и выходим Вон, а вон круг Тарагона Тарагонга Ну, обратно так и пойдем Вон, внизу пещера небольшая Ну, вот, вы видите, прикольно Братак, ну, долгунься Двcen Двунься К счастью Фрор Фрор Вон Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Даже в высокий сезон почти никого не бывает Поэтому если хотите барбекю где-нибудь с собой взять Которое обычно запрещено То вот на этом пляжике мы придем сюда Если я вернусь И зажарим что-нибудь И сидим Как я уже говорил, плюс огромный Народу нет В связи с тем, что это не песок и ветреный И далеко от всего Тут только пара комплексов апартаментов Но тем не менее, вот такой экзотический пляж Даже местные не все знают про него Даже живущие в этом же самом районе Капсалу Ну вот типичное жилье на Коста-Дораде Если у вас нет денег Вы можете жить вот в таком месте Так сказать, вот хиппи Европейские, испанские хиппи Приезжают и проживают бесплатно Вот в таком месте Костер сжигают они даже внутри своего жилья Например Или рядом Вот Даже вот Потолок они сделали Нормальный То есть вот вытяжка идет Вытяжка вот Еще тоже наружная вытяжка идет Видно, как дым идет наверх Душ Вот даже душ сделали, кстати Но если что, вот море всегда было Вот Дрова Тропинка к красу Тропинка к дровам Запас дров у вас будет Как бы И в общем-то вы все еще находитесь В Капсалу Это для желающих отдохнуть бесплатно На Капсалу Вот мы уже, вы смотрели две пещеры Вот как бы они свободны Пока можно приехать и занимать Движемся к маяку Фар де Салоу Салоу Маяк Салоу Около него должен быть еще живописный Такой должен быть спуск к морю Где мы прыгали И прыгаем со скалы Там Мирадорчик На Мирадорчик Потом на обратном пути езжим Там пойдем И увидим А пока пошли спустимся к этой А вот моя Калитка закрыта, да? Ну что ж, вот он наш маяк Фар де Салоу Который освещает путь Кораблям По ночам прибывающим В порт города Даррагона Находящийся отсюда В десяти километрах примерно До Марселя До Марселя Четыреста двадцать семь километров До Рима Девятьсот пятьдесят До Майорки Двести семь До Ибицы Двести сорок До дельты реки Эбро Впадающей в море Здесь сорок пять километров Спускаемся вот здесь В ту бухточку Там когда-то были хорошие места Для ныряния С той вот Следующей второй Отсюда скалы И плавание вокруг нее Сейчас посмотрим Какая там ситуация И идем Пешочком По тропе Каме До Ронда Вот она схема Этой тропы Которая обходит Все пляжи Капсалу Один панорамный пункт За другим Очень красиво Недавно только ее соединили Все Буквально года два Поэтому воспользуемся Этой возможностью Прогуляемся немножко Я сейчас нахожусь на древнем причале Которого более Двух тысяч трехсот лет За Маяковым Находятся развалины Там раскопки идут Древнего иберского поселения Которое впоследствии Стало римским И вот с этого места Где я нахожусь Это был причал Откуда они грузили Какую-то свою керамику Масло, вино И прочие товары Грузили для доставки Так сказать Вдоль побережья И сейчас для нас Это самое любимое место Где мы Людям нырять с маской Вот С той скалы Что за мной Мы любим прыгать в воду В другую сторону С большой высоты И для плавания Это одно из наших Любимых мест Капсалов Вода чистая Прозрачная Великолепная Поэтому Капсалов Очередное Живописное Место Маяк С древних времен Со средних веков Со средних веков И вот она Эта бухта И вон у нас скала С которой мы прыгаем На другую сторону Потом Оплываем Этот Выступ И плывем сюда И вот здесь Мы забираемся Обратно Забираемся обратно Чтобы обсохнуть И позагорать Вот здесь На этой площадке Там прыгали Там можно прыгнуть Там можно прыгнуть И оплываешь Сюда заплываешь И отсюда вылезали В принципе Вот на этом Забираемся Что-то бездейство Ну, как не вплюстили бы. Тораздо лучше, чем там. Даже со всей миссии. Это у них же. У них будет у Мексики. Уехал в Англию. Это колокранкс опять. Но на этот раз это вид сверху. Вот там я с утра загорал. И купался вот здесь вот. Вот вид на колокранкс. Сверху, как я уже говорил, это самый популярный пляж среди местных капсалов. Крабий пляж. И вон они, крабики, двухногие купаются. Покидаем колокранкс через замочную скважину. Выглядит с другой стороны. Символический вход на панорамную точку над пляжем колокранкс. Крабики. 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 Все. Покуски. Продолжение следует... Продолжение следует... На горизонте уже виден... Это уже Салоу, не Капсалоу. На то, что на горизонте за пляжем длинным. Туда я иду сейчас. А это когда-то тоже было пляжем внизу. Большим, песочным. Но подъем уровня воды привел к тому, что пляжа больше нет. Только отдельные отдыхающие экстремалы могут спуститься и на камушках поотдыхать. Пляжа здесь больше нет. Когда-то было. Вот он, некогда широкий и популярный пляж. Превратившийся в каменистый небольшой пляжик. Все еще апельсины не все съедены. Висят на деревьях. Иду к последнему пляжу. Капсалоу Плайя Ларга. Последний отель, который находится на территории Капсалоу, называется Бестнегреску. Последний пляж начинается примерно отсюда. И вон он, песчаная часть его там дальше. Это Плайя Ларга, так называемый. Большой пляж, который отделяет, собственно, Капсалоу от Салоу. Вот там на горизонте, уже за скалой, это уже отели и апартаменты, которые находятся в Салоу. На этом мыс заканчивается. Ну что ж, я сегодня уже перекупался, уже сгорел. Поэтому вот до песчаной части этой Плайя Ларга мне уже и тилень не пойду. Отсюда видна последний пляж между Салоу и Капсалоу. А я лучше пойду еще в отель и у бассейна поваляюсь. На этом сегодняшний обзор пляжей Капсалоу и достопримечательностей природных заканчиваю. Иду в отель, поваляюсь я еще у бассейна. Всем пока! В компании Бузплана я работаю с 2012 года, поэтому если будете здесь на Коста-Дурадо, конечно, Бузплана это лучшая, самая крупная, самая лучшая компания, самые лучшие гиды и люди все здесь работают, поэтому, конечно, Бузплана это лучшая работа всей моей жизни и лучшая компания, в которой я вообще в жизни работаю. Поэтому даже не сомневайтесь, экскурсии, билеты все здесь. Офисы Бузплана везде, по всему побережью. В Коста-Дурадо от Тарагоне до Камбрилса. Ну и велосипед напрокат тоже здесь можете взять. И что еще? Билеты, Портавентуру, билеты на картинг и прочие мероприятия. Но самые лучшие это экскурсии, которые порой дешевле, чем даже билет туда-обратно. Лучшее предложение. Не найдете Бузплана навсегда. Спасибо. Продолжение следует...